В Москве обсудили ход реконструкции взлетно-посадочной полосы Норильского аэропорта. Совещание под председательством руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько и губернатора Красноярского края Виктора Толоконского прошло 29 ноября в Росавиации. Реконструкция гражданского сектора аэропорта Норильска, который включен в перечень аэродромов совместного базирования Российской Федерации и Минобороны России, осуществляется в период с 2014 по 2018 года государственным заказчиком Росавиации в соответствии с поручением президента Российской Федерации и в рамках реализации федеральной целевой программы развития транспортной системы России на 2010-2020 года. По данным экспертов, перенос реконструкции, последняя из которых проводилась в 1983 году на более поздний срок, могла привести к серьезным негативным последствиям, связанным с износом взлетно-посадочной полосы и последующему длительному полному закрытию аэропорта. Как правило, столь масштабные комплексные проекты требуют полного закрытия аэродромов как минимум на один сезон. Однако в интересах норильчан функциональность аэропорта, пусть и в ограниченных объемах, будет сохранена. Для перевозки пассажиров из Норильска в Москву полеты планируется осуществлять через Сургут и Новый Уренгой, а также выполнять при мэрии из Норильска в Красноярск. Участники совещания отметили, что в настоящий момент все работы ведутся в соответствии с графиком. 18 школьников и студентов стали лауреатами молодежной премии главы города Норильска. Торжественное награждение состоялось накануне вечером в Большом зале ГЦК. С юными талантами познакомилась Вера Шелепова. Молодежная премия главы города учреждена 16 лет назад. Она присуждается за высокие достижения в области образования, науки, спорта, молодежной политики, а также в области культуры и искусства. За время существования конкурса в нем приняли участие более 750 человек. Из них 272 стали лауреатами. В этот раз премию получили 18 норильчан. Ее вручил исполняющий обязанности главы города Норильска Александр Пестряков. Вы все, будучи в Норильске, вы все будете работать в своих отраслях, займете важные ответственные посты. Кто-то станет производственником, кто-то станет политиком, кто-то станет общественником. У всех сложится все хорошо. Будьте в этом уверены. Крепкие рукопожатия, торжественная обстановка, не смолкающие аплодисменты. В этот вечер каждый из лауреатов гордится собой. Ведь для того, чтобы получить заветную награду, им пришлось очень много работать. Несомненно, в успехах детей есть заслуга их родителей. Мама и отец были в зале и поддерживали. Очень радовались моим успехам. Я очень им благодарен. Они на протяжении всей моей жизни помогают, мне поддерживают. И спасибо им большое. Победители и участников конкурса поздравили творческие коллективы Норильска. Всем номинантам молодежной премии главы Норильска 2016 вручили почетные дипломы, а лауреатам денежные премии. Размер поощрения зависит от награды, которую получил конкурсант. 15 тысяч лауреату первой степени, 10-й второй и 5 тысяч рублей для обладателя диплома третьей степени. Хотя этот год еще не закончился, юные норильчане уже строят планы на будущее. Я буду начинать новую научную работу, писать ее. Выступлю также на конкурсе Монтефеля и уже на 2017 год еще раз на этот конкурс. Торжественное мероприятие по традиции завершилось общим фото. Вера Шелепова, Андрей Поливезев, Вести, Норильск. 3 декабря в Норильске ожидается маловыщная погода без осадков. Ветер переменный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 32 до 34 градусов ниже нулевой отметки. Днем минус 28, минус 30 градусов. Конечная остановка 11 маршрута снова стал молокозавод. Напомню, до 28 ноября общественный транспорт не заезжал на Национу 115, поскольку дорога возле завода была разбита. Угрозы для людей машин представлял аварийный коллектор. На данный момент все отремонтировано, восстановлены и дорожное полотно, и коллектор. Комиссия подтвердила, этот участок безопасен для движения общественного транспорта. Так что теперь работники молокозавода и близлежащих домов снова смогут пользоваться привычной остановкой. В муниципальном управлении транспорта поясняют, как правило, много пассажиров на конечной остановке не собирается, поэтому павильон для желающих погреться здесь не предусмотрен. На КПП там есть? Во-первых, эта остановка нужна для работников молокозавода, для приезда. Там на территории есть КПП погреться. Эра контрафактных шуб подходит к концу. У продавцов меховых изделий остаются считанные дни на то, чтобы промаркировать весь свой товар. С 5 декабря шубы без чипов объявляются вне закона. Продавцам останется лишь отправить их в мусорный контейнер. Кому и зачем понадобилось чипировать шубы, а главное, кто от этого выиграет, выясняла Екатерина Луцев. Сначала чипирование шуб было делом добровольным. Маркировка пышных изделий стала обязательной с 12 августа. После того, как эксперты вывернули шубы наизнанку, вскрылись интересные факты. Более половины всех якобы импортных изделий на самом деле шьются в России, а не привозятся из Италии или Греции. Соответственно, и стоить такие шубы должны минимум в 6 раз ниже. Итальянских мехов в нашей стране менее 1%. Лидерство среди импортеров занимает Китай и Турция. Еще один факт. Меховой рынок России оценивался в 300 тысяч единиц изделий. Но по факту чипы уже получили почти 6 миллионов шуб. Каждый пятый продавец действовал в обход закона, соответственно, не платил налоги. Для потребителей это означает одно. На рынке ему предлагает меха сомнительного качества. Теперь же поцелуть кролика под видом стриженной норки у продавца не получится. У каждой шубы должен быть свой паспорт. Должно быть в обязательном порядке. Это полное наименование товара, наименование его бренда, то есть торговой марки, наименование страны и происхождения, наименование изготовителя, также артикул, модель, размер, рост, также цвет мехового изделия, также информация о покраске, если она такова имелась, ну и, соответственно, информация о декларации соответствия. Увидеть то, что скрыто помогает сотовый телефон, скачав бесплатное приложение и поднеся свой мобильник к шубе, все данные окажутся у вас на ладони. За достоверность информации отвечает федеральная налоговая служба. Именно она вносит сведения на чип. Проект обязательной маркировки хоть и пилотный, но, скорее всего, приживется, уверены эксперты. Уж больно много плюсов для потребителей. Они, к слову, могут не только досконально изучить родословную товар, но и при отсутствии чипа сообщить, куда следует. Мы их изымаем, конфисковываем эти шубы, данный материал направляется в суд для рассмотрения. Накладывается штраф от 5000 рублей, то есть на индивидуальный предприниматель, либо на юридическое лицо, и данные шубы потом подлежат уничтожению. Некоторые эксперты заявляют, обязательное чипирование шуб может убить меховой малый бизнес. Наличие специального ярлыка на каждом изделии – это дополнительные затраты как для производителей, так и для продавцов. В итоге есть риск, что на рынке останутся лишь крупные фирмы, которые и будут диктовать свою ценовую политику. Кстати, в наступающем 2017 году чипы могут появиться и на других категориях товаров. Следующие в очереди – лекарственные препараты. Екатерина Луцев, Оксана Завгородний, Андрей Полебезев и Владислав Моисеев. Вести. Норильск. Завтра – Международный день инвалидов. 3 декабря по всему миру проходят мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель этой даты – напомнить здоровым людям о том, что инвалиды имеют равные со всеми членами общества права, но в то же время нуждаются в особой социальной защите и помощи. Завтра в 15 часов в городском центре культуры начнется торжественное мероприятие, посвященное этой дате. А сегодня в музее награждали авторов работ, представленных на выставке «Это мы можем». Выставка проходит уже в 17-й раз. В этом году в ней приняли участие 156 детей и подростков. Все они победители. Авторы всех 167 творческих работ получили дипломы. Так видят мир дети с ограниченными возможностями здоровья. Яркие, радостные, полные надежды, оптимизма, поделки и рисунки, на которых изображены любимые персонажи. Чаполино – очень энергичный персонаж. Он спасал своего дедушки и всех своих друзей. Я сделал чебурашку из коричневого пластилина. У меня самое сложное было сделать уши. Первые в мини-футболе норильские спортсмены завоевали кубок и золотые медали на спартакиаде специальной Олимпиады России для лиц с особенностями интеллектуального развития. В программу всероссийских соревнований входили 9 видов спорта, в которых приняли участие свыше полутора тысяч ребят из 47 регионов страны. Своими впечатлениями норильчане поделились с Андреем Дегановым. В соревнованиях по мини-футболу приняли участие 34 команды со всей страны. Футбольные дружины распределили на 9 дивизионов. Норильская команда из школы-интерната 8 вида оказалась в четвертом. За три дня спартакиады заполярные футболисты провели три игры. Первая завершилась уверенной победой – 5-2. Во второй норильчане потерпели поражение – 2-0. Судьба команды Михаила Азарко решалась в третьем – заключительном матче против тюменской сборной. Сложно было, конечно. Но настраивались сами, помогали друг другу. Лишь благодаря взаимоподдержке и волевым качествам норильчане смогли одарить соперника с разгромным счетом 10-3. Эта победа позволила заполярным футболистам подняться на первое место в дивизионе. Стоит отметить, что окончательный состав команды определился незадолго до начала спартакиады. Поэтому игрокам, помимо того, чтобы искать лазейки в обороне соперника, пришлось еще и находить общий язык с партнерами по сборной. Обсуждали, кому как пасовать, кто где будет находиться, кто куда будет бежать. Мы так друг друга со временем понимали. Футболисты завоевали кубок и золотые медали, а также получили шанс попасть в сборную России. Не исключено, что тренеры национальной сборной вызовут норильчан на учебно-тренировочные сборы. Когда будут отборочные соревнования по мини-футболу, эти команды будут также рассматриваться и игроки для участия в сборной России. В качестве сборной России, которые будут ходить в состав сборной России, самые лучшие игроки из регионов, грубо говоря, собираются и идут в Европу, чем от мира по специальной олимпиаде. Для школы-интерната восьмого вида победа по мини-футболу на всероссийском уровне не первая. В конце октября золотыми медалями порадовали девушки. Очередной выезд запланирован на апрель 2017 года. Андрей Деганов и Дмитрий Химич. Вести. Норильск.